Мария Луиза фон Франц родилась 4 января 1915 года в Мюнхене в семье австрийского полковника. В 1918 году семья переехала в Швейцарию. Поступив в Цюрихский университет, Мария изучала литературу, филологию и психологию. В 1943 году защитила диссертацию, получив степень доктора философии. В 1933 году познакомилась с Карлом Юнгом и работала с ним до самой его смерти. Преподавала в институте Юнга с момента его основания. Мария получила всемирное признание как специалист в области психологической интерпретации сказок, мифов, сновидений и алхимических текстов. Цитаты Если возникает вопрос о том, чтобы избавить кого-то от колдовства, то есть части человеческой души, это всегда связано с поиском самого подходящего для человека средства выражения, соответствующего содержания фантазии, в рамках которой он мог бы себя выразить. Иногда люди думают, что если заниматься анализом лет 20, то можно истощить бессознательное. Но на самом деле этого не может быть, ибо у бессознательного постоянно появляются новые аспекты, словно оно обладает способностью непрерывно себя творить. Всегда остается одно крыло, которое возвращается в непостижимое. Постоянные затруднения в данном случае связаны с тем, что бессознательно не может быть полностью интегрировано, и четвертая функция всегда остается более или менее автономной. В сущности это хорошо, ибо означает, что поток жизни не иссякает и постоянно констеллирует новые содержания и новые проблемы. Целое никогда не интегрируется, а даже если и предположить такую возможность, то это означало бы застывание жизненного процесса. Человека в состоянии невроза можно сравнить с заколдованным сказочным персонажем, «Ибо люди, оказавшиеся во власти невроза, страдают от постоянного внутреннего конфликта и имеют пагубные склонности и по отношению к самим себе, и по отношению к окружающим. Они вынуждены вести себя гораздо хуже, чем могут, и действуют бессознательно, помимо своей воли». Волшебные сказки, в которых говорится о таких персонажах, как правило, уделяют внимание не столько самому колдовскому заклятию, сколько способу, позволяющему от него избавиться. Если вам встречается человек, общаясь с которым вы ощущаете полное единодушие, как будто ключ подходит к замку, то должны быть уверены, что и в других отношениях у вас с ним много общего. Вы практически полностью идентифицируетесь с ним. Но затем вы задаете ему последний вопрос и приходите в ярость, когда оказывается, что ваш собеседник все же отличается от вас. Ведь если у вас с ним так много общего, почему же тогда он проявляет свое различие? Тогда вам приходится осознать свою проекцию. Но сначала, пока существовала такая естественная гармония идентичности, было бы неправильно говорить о проекции, ибо проекция всегда связана с представлением о том, что какая-то часть моей сущности приписывается другому человеку. Это весьма щекотливый вопрос. Но иногда в процессе анализа нам приходится ощущать свою реакцию на пациента, особенно если он предъявляет какое-то совершенно нереальное требование. Его нельзя просто отвергнуть, ибо за ним есть что-то реальное. Но вместе с тем нельзя быть наивным, так как принимая всерьез требования пациента, вы подвергаете риску свою психику, или можете испытать эмоциональное потрясение, или так отреагировать на требования пациента, что эта реакция повредит вашим отношениям с ним. Оказаться под воздействием одержимости другого человека – недостоинство, а скорее глупость. Вы должны чувствовать, что именно является подлинным, и только с ним формировать контакт, одновременно отвергая все, что подлинным не является. В подобной ситуации это одна из самых сложных и тонких проблем. Символ самости или образ Бога, который не узнают, оказывается наиболее пагубным, так как он становится силой, действующей из-под воль. И такое воздействие вызывает всевозможные пагубные эмоции и массовые предрассудки. Именно поэтому с одержимыми людьми трудно разговаривать, взывая к рассудку. Эмоционально они полностью привязаны к образу самости, причем не осознают этой связи, так как не могут посмотреть на себя с психологической точки зрения, а самость полностью проецируется вовне. Огонь обычно символизирует эмоцию, а также страсть, которая способна зажигать других или распространять свет. Жертвы сжигаются для того, чтобы уничтожить их физическую природу, после чего образ или сущность может подняться вместе с дымом к богам. Когда, однако, сжигается духовное создание, огню предается тело. Страсть заставляет нас жертвовать чересчур независимой, чересчур интеллектуальной установкой, и страсть же дает возможность присуществиться в нас, духу. Когда мы испытываем страдания, вызываемые страстью, дух для нас – это уже не отвлеченная идея, но непосредственно переживаемая психическая реальность. В бессознательном дух и инстинкт не являются противоположностями. Напротив, новые ростки духа нередко заявляют о себе поначалу стремительным наплывом сексуального либидо или инстинктивными импульсами, и только позднее получают развитие в ином плане. Это происходит от того, что новые ростки духа человека генерируются самим духом природы, который наследует неисчерпаемое богатство смысла, заложенного в структуре любого из наших инстинктов. Зависть – это нечто иное, как неправильно понятое неодолимое желание, таящееся в глубине нашей души, достичь чего-то, чем мы в свое время пренебрегли. Она возникает из смутного ощущения несовершенства нашего характера, несовершенства, которое нуждается в осознании. Зависть указывает на отсутствие, которое может быть восполнено. Предмет зависти воплощает собой то, что мы, возможно, и сами могли бы создать или достичь. А что этого не случилось – ошибка, которую можно исправить. Если мы в состоянии заметить собственную жадность, ревность, злобу, ненависть, то их можно использовать во благо, потому что в подобных разрушительных эмоциях хранится много жизненной силы. Так что, имея в своем распоряжении этот мощный заряд энергии, его вполне можно обратить на положительные цели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова